Samsung S9 выглядит дедом уже, старым просто потрепанным дедом, потому что Vivo Nex его просто вбивает. Ну что, дорогие друзья, будущее наступило. Это телефон такой, как он и должен быть. Vivo Nex. Поехали. Заставку. А вот интересно же сделали, да, что теперь каждому хочется посмотреть и взглянуть на это чудо просто природы, которая уже практически вышла, и любой человек себе может его купить. То есть это не какой-то концепт, это телефон, который будет продаваться. Вау! Это безрамочный смартфон, как вы уже знаете, наверное, видели. Vivo Nex. Существует две версии. Существует обычная версия Vivo Nex, а есть типа Vivo Nex Ultimate. Вот это как раз она и есть. Ну просто, конечно, здесь вы нигде этого не увидите, это просто называется Vivo Nex. Ну, будете знать, что вот версия, которая постарше, она у нас со сканером отпечатка пальца в дисплее. На обычной версии она типа будет располагаться вот здесь вот сзади. Так, конечно, всё прикольно, но давайте мы эту наклеечку снимем, потому что так особенно и не понять. Задняя крышка здесь просто потрясающая. Я при этом что-то особенно не могу понять, как они это сделали, но выглядит это просто потрясающе. Вот просто взяли и ворвались в Россию. Вот красавчики. Вот это, знаете, красавчики, когда ты врываешься реально с телефоном, о котором все хотят говорить. Потому что здесь нету рамок, ребят. Это телефон, ребят, безрамочный. Смотрите, здесь нету никаких вырезов, всё. Вот он, телефон, таким, как он и должен быть. То есть туда, куда все стремятся. А Vivo уже это сделали, и он продаётся. Главная фишка этого смарта в том, что камера фронтальная, она выезжает из корпуса. И всё это происходит вот таким образом. Смотрите. Вот так нажимаем. Уэнк. Вот она. Это камера, которая выезжает из корпуса. И как они это сделали? А сделали они это очень всё просто. Она просто выезжает оттуда. И решение бомбическое, на самом деле. Да, я, может быть, немножко эмоционален, но данный телефон вызывает эмоции. Вот именно те эмоции. Мне даже уже не важно, какие здесь процессоры, сколько там производительств. Мы сейчас, конечно, об этом говорим. Потому что главное, чего из тебя спрашивают телефон, это твоя камера, твоя лицевая поверхность, твой сканер, датчик отпечатка пальца в экране. Вот избавились от всей этой мишуры сверху. То есть ты здесь ничего не видишь. Но всё работает. Динамик есть, он находится под дисплеем. То есть он просто реально под дисплеем. Ты можешь прикладывать и слушать. Камера, как уже показал, выезжает. Сканер, смотрите, он здесь нигде не мешается. Он просто находится в экране. Ладно, это мы сейчас всё посмотрим. Давайте на комплектацию посмотрим, что здесь нам предлагают-то. Здесь лежит телефон. Так как больше никак ничего не вынимается. Сбоку открывается. Ну, красиво довольно-таки. Проводные наушники какие-то необычные. С надписью Vivo. Ну, хотя бы ладно. Достать бы их отсюда. Слушайте, я здесь необычные пошли. Смотрите, вы просто по дизайну и на что остальное не похожи. Слушайте, ну ладно, это я сейчас ещё послушаю. Зарядное устройство в сеть. И чехольчик силиконовый. Он, кстати, такой интересный. Он вроде как силиконовый, вроде и пластмассовый. Такой твёрдый soft-touch. Твёрдая soft-touch резина. Сейчас примерим. Так, ладно. Коробку убираем. Не, ну чехлом бы я это не портил, потому что задняя крышка вот с её этими квадратиками, которые переливаются прям как бензин какой-то. Это потрясающе. Могу поаплодировать то, что вы сделали. Ну, в чехольчике мне не так нравится. Это понятно. Ладно, чехольчик всё портит. Но чехольчик прикольный. Вот, который самая младшая версия Vivo Nex. Там 710 Snapdragon. Здесь 845. Здесь 8 гигабайт оперативки. Там 6 гигабайт оперативки. Ладно, всё, короче, вам про нишу и версию говорить не буду, потому что... Ну, всем интересно вот это. Потому что, да, здесь... Не перестану говорить. Будущее. Я просто реально предлагаю нам ещё раз насладиться какой-то кайф, когда у тебя ничего нигде не мешает. Вообще ничего нигде не мешает. Всё. Вот так вот телефон и должен выглядеть. Сейчас все к этому придут. Со временем. Да, не скоро. Потому что, ну, всё идёт вот именно к этому, что... Всю переднюю часть телефона у нас будет занимать дисплей. Потому что есть возможность уже давно вставить сканер отпечатка пальцев в экран. Есть. Камеру придумали. Ну, красавчики. Кстати, ребят, давайте с вами наберём, к примеру, 34 лайка. И тогда я сниму видео, что сможет сдвинуть камера Vivo Nex. Мы её будем выдвигать в разные предметы и посмотрим, насколько она крепкая. Давайте, 34 лайка набираем, и я выпускаю видео. Кстати, по памяти будет выбор либо 128 гигабайт, либо 256. Ну, внутри, понятно, здесь всё стандартно. Что интересно, двойная основная камера, здесь 12 мегапикселей, соневская. И здесь 4-х силая стабилизация на ней. Звучит правдоподобно. Ну, кстати, из интересного здесь ещё есть Hi-Fi ЦАП и три операционные усилителя. И поддержка аудио в формате DSD. Ну, внутри у нас тут Android 8.1. И оболочка такая у них называется FunTouch OS 4. Экран 6,6 дюйма, 2316 на 1080 пикселей. Да, вот такое вот необычное разрешение. Но то, что оно делает, это прекрасно. Ну, камера как двойная, здесь 12 и плюс 5 мегапикселей. А фронталка у нас на 8 мегапикселей. Это та, которая как раз выезжает. Так, ну, на экране выглядит вроде неплохо, но такое всё зернистое. Я вам вставлю здесь какие-нибудь фотографии, посмотрите, как она зайдёт, не зайдёт. Есть ещё такая тема, как Google камера. То есть можно ввести на любой предмет. Я вот здесь, к примеру, поставил дезик, Old Spice. Наводим вот так, хопа. Ну, что-то просканирую, что это Old Spice. Потом можно как-то ещё почётче взять. К примеру, вот так вот. Ну, типа, окей, там, сканируем предметы и так далее. Вон, смотрите, похожий товар от Old Spice, прям его нашёл. Не, ну, тема прикольная, что можно любой товар, видишь, отсканировать. Типа, как это. Сейчас, мне кажется, любой ассистент так умеет. По камере ничего такого супер-мега-выдающегося нету. Просто, что она выезжает. Ну, да, это удобно, это круто. Я теперь не знаю, как на остальные телефоны смотреть, у которых всё вот это вот, вот эта вся борода будет. Все остальные стандартные режимы. Ну, фото и видео вы, соответственно, можете посмотреть уже там в конце ролика. Есть дополненная реальность. Всевозможные можно эти штучки сделать. И давай просто развернём камеру на меня. И дальше это, анимация будет. Аккумулятор здесь 4000 мАч и, ну, что там, по Wi-Fi 2,4,5 ГГц. Конечно, всё как надо. Всё как должен иметь флагман. Так, зайдём, что-то у меня здесь папка, по-моему, был запущен. Ну, папка, понятное дело, на максималочках уже идёт. Так, ну, не надо мне ничего. Притом, изначально игра запускается, всё уже адаптированное, понятное дело, под разрешение. И, ну, смотреть на это комфортно. То есть, вот эта вот левая сторона, хоть там и есть какая-то рамка-то снизу, понятное дело, она, в принципе, такая же, как на Galaxy S9. Но она, прям, глазу не особо видна. И вот сейчас, вот, ты, короче, играешь. И, то есть, от того, что ты смотришь в экран, и у тебя, реально, в минимальной рамке совершенно другие ощущения от телефона. Или, точнее, от того, что происходит на экране. Совершенно другие. Я ещё раз повторюсь, это вот прям то, что, знаешь, вот и должно было быть. Это вот так вот и надо делать. То есть, вот так вот изначально Apple и должна была сделать, что чуваки, хотя они сейчас, наверное, так уже и сделают, вот, чуваки, вот, телефон должен выглядеть вот так вот. Ну, по игрушкам вопросов нету. Здесь вообще ни одна лага. Всё очень быстренько работает. Чё ты хочешь от 845-го Snapdragon? У тебя по-любому всё будет ништяк. Не, ну, прям всё очень хорошо. Так, ладно, давай отсюда выйдем. Да, конечно, проверяем и отпечатки пальцев, разблокировка, добавить отпечаток пальца. Ну, давай, четырёхзначный пароль. Раз, два, три, четыре. Путь будет четыре денички. Как назывался ваш детский сад? Т. Как зовут вашего друга? Т. Класс. Зарегистрируйте. Опа. Палец слишком. Уберите палец. Так, короче, действуем по инструкции. Удерживайте палец прижатым и поднимите его после того, как почувствуете вибрацию. Палец сдвинутся. Ну, камон. Пипец. Ну, это просто очень реально непривычно сканирует. Смотрите, какой-то там зелёный свет из-под экрана, видимо. Ну, вот так вот он и сканирует. Положите палец ещё раз. Всё это происходит не так быстро, как, конечно, на остальных датчиках. Но, мне кажется, это всё, конечно, всё допилят потом. Но это очень непривычно. Смотрите, насколько дольше времени требуется, чтобы зарегить палец. Регистрация выполнена. А, ну, здесь типа ничего не надо нажимать. Всё. Окей, давай заблокируем. Чё теперь нужно сделать? Вот сюда пальчик прикладываем. Разблокировался. То есть, короче, отсканировать его было сложнее. Ну-ка. Так, не получилось. Так, получилось. То есть, смотри, ни в одну другую область он, в принципе, у нас не попадает. То есть, нужно чисто вот сюда положить. Разблокировался. Так, а если мы вот так как-нибудь положим? Плашмя. Не, ну здесь, конечно, ну, повтори попытку. Так, разблокировались. То, что я же сканировал, в принципе, вот так вот. Так, давайте попробуем. Вживую, одной рукой. Бац. Так, под боком получилось. А ну-ка, если мы вверх ногами. Вверх ногами получилось. То есть, я, конечно, достаю телефон. Вот так вот прикладываю и разблокируется. Это удобно. Буньк. Блин, ребят, это удобно. Реально. Понятное дело, вот эту анимацию разблокировки можно менять. Которая вот здесь происходит. Но вот эту сделку очень красиво выглядит. Бум. Бум. Класс. Аплодирую. Молодцы. Ну, конечно, про регистрацию надо немножко... Понятное дело, сноровочки. Вот здесь стиль анимации. Мне кажется, это самое прикольное. Пусть будет. Их тут три штучки. Можно значок убрать с экрана. Авторизация по отпечатку. Инструкция. Оплатить. Ну, соответственно, бесконтактные платежи. Ну, получается, только вот в эту область надо нажимать. То есть, никуда больше ничего не действует. Только вот здесь, реально, где подсвечено. Окей. Вот, что у нас касается звука и видосов. Ну, в принципе, если динамику так вот закрыть, то вообще ничего не слышно. О, громкий. О, хорошо. Хорошо. Вообще красавчик. Слева клавиша есть дополнительная. Изначально она работает на эту Google камеру. Наверное, ее можно будет поменять на что-то другое. Ну, здесь включение, громкость. Да, в принципе, и все. Слушай, блин, прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Слушай, должно пройти время, конечно, сейчас все. Пожалуйста, ты можешь его покупать. И справа у меня S9+, а слева Vivo Nex. То есть, у нас в S9 даже нижняя часть вот эта вот. Вот, рамка, смотрите, насколько больше. Я уже не говорю про верхнюю. И сейчас на фоне вот этого, на фоне вот этого, Samsung S9 выглядит дедом уже. Старым, просто потрепанным дедом. Потому что Vivo Nex его просто вбивает. Блин, шикарно. Все. То есть, S9+, здесь даже можно рядом уже не держать. Это прошлый век. Это видео на фронтальную камеру Vivo Nex. Разрешение Full HD. Но сейчас upscale до 4К. И вот так вот будет видно. Это хорошее освещение. Я сейчас рядом с окном стою. А если я зайду, и, к примеру, мы зайдем вот сюда, где плохое освещение. Будет видно вот так вот. Кстати, на экране вроде как нормально видится. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел за дичек погулять. Вот такое будет качество видео. Оценивайте. К примеру, видео на видео. Vivo Nex, 4К. Вот это вытянутая рука и хорошее освещение. Основная камера. Самое максимальное качество, которое можно добиться. И сможете оценить звук. Там лево-право, лево-право. Давайте попробуем навестись. Какой-нибудь фокусироваться сюда. Без использования пальчиков. Ну, быстро фокусирует. Очень быстро. Ну-ка, давайте еще раз. На динозавра. Туда. На динозавра. Туда. Окей. Так, сейчас в плохое освещение зайдем. Вот здесь вот. Сможете тоже оценить сутью на этой руке. Раз, два, три, четыре, пять. Оценивайте. Хочу вам сказать спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, было вам интересно. Если остались какие-то у вас вопросы, пишите их, пожалуйста, в комментариях. С вами был Илья. До новых встреч. Пока. Подписывайтесь на канал и ставьте оценки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.